Здрасьте Это как? Книгоход? Ну как бы то ни было Ну поехали Наконец-то я дома И что здесь можно делать? О, и можно назад вернуться Ну я щас сделал Я ж сделал тише Щас вроде вообще музыки нет Ну в общем если будет Надо кричите Судя по звуку Острый Генри щас в душу Ладно не будем им мешать А что надо сделать? Надо наверное Сначала конфискация имущества Теперь и выселение Ой Осторожнее Господин Этьен Квист Напоминаем, что отработку наказания Можно начать в любой момент Прибыв и зарегистрировавшись В любом лицензированном издательстве В случае отработки полного срока Наступит освобождение От меры пресечения В виде наручников Накладывающих на вас Писательский блок Хе-хе Любые другие попытки Снять наручники Кроме предусмотренных законом Будут рассматриваться Как нарушение Привет Дэн Как нарушение приговора Я повлеку за свои последствия В виде пересмотра приговора С очагчающими обстоятельствами Городское управление Писательской полиции Хе-хе То есть у него наказание Как это? Невозможность писать Или как? Так Писательский блок За какое-то преступление Что-то такое Кто их сюда вешает? Ммм Действительно Кухня Цветочки Кто-то высаживает растения Пахнет удобрениями Ладно Это все очень мило О Мой бардак ЗВОНОК Алло Молчание Это Этьен Что за хамство? Надо сначала представить А вы кто? Винс попросил связаться с вами Касательно ареста Писателям с аннулированной лицензией Мы обычно выдаем небольшие денежные займы Под процент Как встанете на ноги Сможете Я искал вас не за этим Я хотел узнать Вы правда можете взломать писательские наручники? Молчание Взломы писательских наручников Является одним из самых сурово наказуемых преступлений Писательского кодекса Ну допустим Ну допустим что мы можем взломать Ну понятно Однако цена за эту услугу зависит от сложности наручников Вам дали стандартные наручники на два года? Нет, мои наручники На тридцать лет Оооо Шум в трубке Я тут всё разлил А чё ты его типает так Кашляет Тридцать лет Ладно, я думаю, мы что-нибудь придумаем Но цена за это Скажем Шесть заказов Так много Но Винсен сказал, что это будет разовая подработка. Винсу следовало меня предупредить, что он посылает ко мне особо опасного преступника. Ты уже выполнял такую работу? Нет. Знаешь, что делать? Да. Тогда встречай первый заказ. Я иду, иду. Опа. Чемоданчик. Нужно поставить его на стол. А дверь закрыть не нужно? Нужно. На стол какой? Вот на этот, наверное, да? Так. Что у нас тут? Мне нужно украсть зелье бессмертия? Ну что ж. Так, подождите зелье бессмертия. Я тут еще не все посмотрел. А вдруг то что-то не... Это что? Портрет Фридриха они не забрали. Видимо, подумали, что это подделка. А это что за бумажка? Независимый книжный магазин по слогам сообщает, что снимает с продажи все произведения Этьена Квиста. Владелец магазина Раймонд Фукуа пояснил. К сожалению, писательская лицензия мистера Квиста была аннулирована. Приносим искренние извинения его фанатам, ведь книги мистера Квиста пользовались определенной популярностью. Надеюсь, господин Квист сможет разрешить все возникшие проблемы, и его книги можно скорее вернуться на полки книжных магазинов. Так, так. Что еще? Так, а это я забирал же? Ну да, это же я читал. А здесь у нас ванная заперта. Нужно заплатить за воду. Ну да, в общем. А туалет? А это не туалет, это спальня. А туалет, он будет куда ходить? Ну ладно. Соседи напротив недавно съехали. Спать? Не, подожди, спать сейчас не будем. Что у нас тут еще есть? У нас ничего нет, все забрали. Все украдено до нас. Ладно, пойдем сюда. Что у нас тут? Автор этой книги? Я не знаю. Вырезка из рецензии на книгу. Мне понравилось повествование от лица, можно сказать, злодея книги. Однако на его фоне персонажи, что пытаются ему противостоять, кажутся недостаточно интересными. Концовка, хоть и слащавая, мне также пришлась по душе. Какой-то прибор. Видимо, это отделение для украденного предмета. А, это контейнер. Почему у него линолеум на стенах? Как будто бы, а? Такие обои. Что такое линолеум обычно? Ну ладно. Поехали. Что нам тут? Сейчас покажем. Тюремная камера. Уф, хруст. Ай. Приземление на каменный пол совершенно добило ваше больное колено. Оставить колено как есть и исцелить себя чернилами. Ага, можно исцелить себя. Ну давайте исцелим. Исцелим. Вы касаетесь больного колена рукой и начинаете представлять, как чернила проникают в поврежденную конечность и исцеляют ее. Резкий холод отдает на ваши запястья. Ау. Забыла наручниках. Вы осматриваете стальные браслеты, покрытые письменами на своих запястьях. Я теперь ничем не сильнее обычного персонажа. Исцеление не сработало. Оставить колено как есть и исправить колено руками. Ну, я лучше оставлю... А можно я оставлю как есть? А то если я руками, а я вообще без ноги останусь. Думаю, колено само пройдет. Или нет? Колено точно будет в порядке. Ладно, перейдем к делу. Нужно отыскать зелье бессмертия и вытащить его отсюда. О, можно приближать. Можно удалять. Грибочки. Взять все. Конечно, а как же. Инвентарь. Грибы. Содержит 10... Ну, вот этих вот... Это лекарства или что-то. Чернила. Ну, это чернила, да. Выглядят несъедобными. Нет ни малейшей причины рисковать. Ну, кто его знает на самом деле. Ладно. Скелет. Только кости стали. Зелья у него нет. Сталь на шлем. Взять. Берем. Ого. Двухголовый. Реально, двухголовый скелет. Какая-то странная тут тюрьма. Вообще все странно. Шлем заключенного. Тяжелый шлем. Снаружи покрыт шипами. Внутри гладкий. И отвратительно пахнет. Что-то еще есть. А он как вон так ходит. Ходит мышка и бочонок. Арматура. Хорошо. Старая бочка. Вряд ли я найду зелье бессмертное в обычной бочке. Разбить. Но! Разбить бочку ногой. Больной ногой. А можно здоровой ногой. Разбить бочку здоровой ногой. Вы замахиваетесь. Разбитая бочка. Мусор. Яблоко. Взять все. Берем все. Мусор тоже пригодится. Выпирающий камень. Бац. Записка. Старая записка. Если повезет, на тебе могут опробовать зелье бессмертия. Чего тут думать? Соглашайся. Эм. А точно это зелье бессмертия было? Или он не дожил до испытаний? Вот этот вот двухголовый. Мм? Что-то еще есть. А тут есть какая-нибудь... Сейчас я посмотрю. Настройки. А, тут нету... Громко чувствовать на стеркость. Что у нас тут есть? Мусор. Пустая трата букв. Арматура. Куски ржавой арматуры, ждущего из своего перерождения на рабочем станке. И яблочко. В прошлом плод раздора. Теперь утоляет голод. Хорошо. Че-че-че бы дверь в коридор. Заперто. Выбить дверь ногой. Отмычка не помешала бы. А как сделать отмычку? Кажется, у меня была отмычка или что-то похожее на нее. Нужно вернуться в реальность и осмотреть квартиру. Ага. То есть мы будем туда-сюда... Скакать. Правильно? Вот сюда, да? Опа. Отмычка. Значит, здесь где... А, так вот отмычка. Тут их не было ж. Вроде бы. Взять все. А вот и отмычка. Ну, а может еще что-нибудь сразу? А? Может туда можно открыть дверь? Как я буду без туалета жить? Ой. Двери открываются так. Пока еще рано спать. Есть работа. Ладно, я не буду тут... Упендриваться. Пойдем назад открывать двери в камеру. Сейчас, секундочку. О-о-о-о. Хорошо. Так. Дверь в коридор. Использовать отмычки. Вы по одному прощупываете штифты в замке отмычки, пока не слышите щелчок. Тут я точно все... А, записка же. Имя Джейсон Литтл. Возраст 28 лет. Зелье П4 или Р4. Вызывает непредсказуемые мутации. Результат непредсказуемый. Заказчик королевства Рувера. Церта или Рувера. Церта применения неизвестна. Объем производства в единичном экземпляре. Ну, похоже, это было неделье бессмертия. Что-то мне подсказывает. Ладно, я пойду. Что за... Действительно. Мертв. Ваш взгляд упирается в рану на виски Уолкера. Уолкера? Похоже на пулевое ранение. Фитар на шее покойно начинает вибрировать, и оттуда раздается тихий голос. Все верно, Шерлок. Рассмотри, ты кто? Простите, что перебил. Вы говорили моим напарник. И продолжайте. Это твой напарник? Мы выполняли наш первый заказ, но все закончилось печально. А ты кто? Сочувствую. Погоди, ты вообще кто? Персонаж? Думаю, да, сэр. И ты осознаешь, что ты персонаж? Конечно. Подсказываю, вторая голова. Так не бывает. Вы пытаетесь разглядеть содержимое клетки на свету, но не видите внутри ничего, кроме небольшого огрызка бумаги. Прошлые напарники также говорили. Прошлые? Сколько у тебя их уже было? Не хочу нахваливать себя, но кажется, волкеры были очень заинтересованы в моих способностях, поэтому меня часто перекупали все за большую цену. Но мне он достался бесплатно. Пока я не оказался у напарника, который погиб. А кто в этом виноват? Ага. К счастью, меня нашел новый напарник, и мы начали работать вместе. И он тоже погиб. Погоди, новый, в смысле, это я. Все верно. Уверен, мы с вами неплохо сработаемся, сэр. Вы снова смотрите на тело волкера. Усомниться. Да ладно, берем уже, ничего не будем усомневаться ни в чем. Повиси пока на шее, потом подумай, что с тобой делать. Отлично, я снова в деле. Так, теперь у меня есть говорящая какая-то же клеточка. Клетка, да? Маленькая. Лестница вниз, дверь в камеру, табличка. Ну, с этим вроде все. Ну, поехали сначала. Ключ. О! Ключ мне нужен, но тут какое-то говно какое-то. Там пар. Среди клубов горячего пара на стальной решетке лежит ключ. Подожди, как схватить? Я не хочу хватать ключ, который лежит на... У меня и так уже колено больное. Теперь еще будет рука обожженная. Коснуться ключа кончиком пальца. Ключ обжигает палец так сильный, чтобы отдергивать руку. А, задеваю ключ, он падает вниз, да? Ай! Нет? Да. Я так и знал. Ключ падает вниз через решетку. Откуда-то тихо... Снизу раздается тихий звон. Зачем вы это сделали? Откуда мне было знать, что он настолько горячий? Ты дебил, он же лежал на решетке, откуда пар идет. Спросили бы меня, а я текст этой книги успел назад и вперед прочесть. В смысле прочесть? Ты можешь видеть текст собственной книги? Это не моя книга. Ладно, то есть ты тут все знаешь. Я могу найти все нужное по тексту, а еще предупредить о ловушке или опасности. А честный гад молчал. Вы оборачивались в сторону мертвого волкера, если эта опасность прописана в тексте. Хорошо, то есть ты знаешь, где зелье бессмертия, что я ищу. Да, оно в кармане алхимика. Потирает обожженную руку. А он в своей лаборатории к югу отсюда. Отлично, тогда плевать на ключ, я сразу к алхимику иду, чего тянуть. Если бы все было так просто, да? Тут уже вроде ничего нет. Я в камеру. Я пойду посмотрю камеру. Ох ты! гигантский скелет. Некоторые предметы можно перетаскивать. Я не хочу перетаскивать гигантский скелет. Бачонок. Арматура, тряпки, я забираю все, да? О, это можно перетаскивать, да? А как? А, во. О! Подожди. А сюда можно его убрать? Нет, все. Больше нельзя. Странный кабель. В проеме стены проходит обычный электрический провод. Так, обычный или странный? Погоди, откуда в старинной тюрьме провод? Этот виск всей книги я не хотел пока его раскрывать. Ощупать, куда он ведет. Перерезать провод кусачками. Выдернуть его из стены. Подождите, давайте ощупаем сначала. Надеюсь, током меня не убьет. Провод уходит в тюрьму за стену. Что находится там, непонятно. Да я не буду ничего выдергивать. Подождите. Что это за табличка? Гигантский скелет. Здоровенный. Это Брайан. Ты знал его? Нет, но вы можете посчитать о нем на табличке в коридоре. Ага. Ясно. Ну, то есть, как ясно? Ничего особо не ясно. Брайан. Согревшие бумаги. Бумаги забираем, да? Это бочка. Монеты. О, деньги пошли. Денежки, это хорошо. Но таблички в коридоре, ладно. Я надеюсь, я теперь выйду отсюда. Да. Табличка. Имя Брайан Литтл. Малыш, да? Тестируемое зелье Гигантус-1. Результат пропорционального увеличения роста. Заказчик армии Королевства Суротор. Военные цели. Объем производства. Массовое производство. По 120 партий зелья каждые полгода. Так, ну это провод. Подождите. А, нет. Он не в камеру уходит. Камера здесь. А он уходит куда-то туда. Действительно. Неизвестно куда. Что у нас тут за табличка? Имя Джордж Хамстерфелл. Тестируемое зелье Итер-12. Результат. Мутация, позволяющая поглощать большую часть известных материалов. Заказчик анонимное лицо. Личные цели. Объем производства в единичном экземпляре. Он сожрал даже две... Клетку в камеру. По-моему. Тюремная камера. Бочка. Ладно, начнем с обысков. Все забираем. Койка. Цепь. Цепь ведет вниз. Можно использовать что-то тяжелое как противовес, чтобы поднять груз на том конце. Положить лом, использовать шлем заключенного. Ну, давай. Ящик на цепи. А, тут пустая бутылка и яблоко. Хорошо. Хоть что-то есть. Койка. Матрас и кровать прогрызены насквозь. Или насквозь. Все. Все. Вроде все. Вроде все. Так, ты тут сиди. Что у нас тут за табличка? Имя Максим Бендерстон. Тестировать Мозель для Розет-16. Спасибо за эликсир. Результат. Частичное восстановление отдельных конечностей, но полноценного эффекта бессмертия добиться пока не выходит. Заказчик нет данных, объем производства нет данных. Отдельных конечностей? И что-то мне не хочется туда заходить. Размажженный скелет. Они явно не хотели, чтобы он убежал. Яблочки. Тут ничего больше нет. Трещина. Вы стоите перед стеной, пока дойдет большая трещина. Приложить ухо к стене. Так, палец обожженный, колено поврежденное. Теперь еще останусь без уха, я чувствую сейчас. Ладно, абсолютная тишина, только что-то щекочет ухо. Из трещины пробивается едва уловимый поток воздуха. За стеной что-то есть. Тут нужна кувалда, пнуть ногой, ковырнуть ломом, уйти. Ну вряд ли пнуть ногой у меня получится, и больной к тому же. Уф. Ау. ЦР. Вы падаете, так и знали. Обнимайте больное колено обоими руками. Обеими. Нужно было его вправить. Как же больно. Вправить, наконец, колено. Прекратить мучения и вправить колено. Вы задерживаете дыхание, делать резкое движение коленом вбок. Хруст. Все. Теперь... Где зелье, которое устанавливает конечности? Спасибо за эликсир. Ай! Вы делаете пару вращательных движений ногой. Треска больше нет. Так-то лучше. Вы встаете с пола. Вы можете поговорить с Родериком в любое время. А, вот сюда нажать. Что мне делать дальше? Внимательно смотреть клетку с персонажем. Вы снимаете клетку с шеи и начинаете снова ее рассматривать. Что-то не так? Что-то моя клетка... Мне твоя клетка все же напоминает. Вы продолжаете вращать ее в руках, пока ваш взгляд не падает на наручники, выглядывающие из-под закатанного рукава. Точно, твоя клетка сделана из того же материала, что и мои наручники. И что нам это дает? Не знаю. Думаю, раз этот металл удерживает мои силы, он также удерживает тебя от слияния с книгой. Слияние? Да, если персонаж находится в книге, то он становится ее частью. Я могу вырваться из нее, но даже мне это удается с трудом. Привет, BlackCubic. Обычным персонажам это сделать не выйдет. К тому же они попадут под влияние сюжета и в принципе забудут о своих личных планах. Выходит, это удобный способ для транспортировки персонажей. Удобно, это точно. Выдергать персонажей из книги без таких клеток – серьезное преступление. Невольно всматриваясь в дно клеток, вы замечаете там новую надпись. Серийный номер 27 дробь 200. Хм. Что? Хм. И что? 27 дробь 200. Это ничего не говорит. Трещина. Пнуть ногой уже не получится. Мне да, наверное. Мне нужна кувалда. Согласен, но в этой книге ее нет. Ты уверен? Я прочел ее уже раз пять. Ну тогда поищу в реальности. Ого, вы знаете, у кого можно попросить кувалду вне книги? Мои соседи, думаю, не очень будут не рады, но... Мой прошлый напарник все жаловался, что его никто не ждет в реальности. Ему не у кого искать там помощи. Как-то это печально. Так он умер. Ладно, скоро вернусь, надеюсь, с кувалдой. Ага. Хорошо. Тогда я посыпаюсь, да? Кувалда, говоришь, у соседей. Там... Это кухня. Ну да, там пылесос. Они не слышат. Простите, вы дома? Тишина. Постучать еще раз, да долбал ты. Кто там стучит? Я ваш сосед. Вы не могли бы мне открыть дверь? Мне нужна ваша помощь. Ага, еще чего, я не дурак. Проваливай, не то полицию вызову. Шляются тут всякие. Я смотрю, меня любят в доме. Я просто хотел попросить... У вас, случайно, нет кувалды? Кувалды? Да, мне нужно гвоздь забить. Что у тебя там за гвоздь? Что теперь нужна целая кувалда? Это очень большой гвоздь. У меня тут очень большой гвоздь. Нужна именно кувалда. Мне буквально на пару часов. Обещаю, верну ее в целости и сохранности. Ладно, сейчас поищу. У него есть кувалда все-таки. Шум, шум. Но, на, только не поломай. Взять кувалду. Нифига себе, кувалда. Ну да, хорошо, я пошел. Я пойду. Так, теперь я могу поломать ее, да? Пробить стену молотом. Бах. Молот немного выскальзывает из рук, и удар получается слабым. Стена выдерживает. Понятно, что с этим молотом себя сломают последние ноги. Вы чувствуете на себе взгляд из футляра на груди, и вам не хочется становиться объектом на смешек. Ударить молот. Так. В этот раз вы бьете уверенно. Удар разносит стены. Дра достаточно велика, чтобы попасть на ту сторону. Хорошо. Да, молоточек, представляешь себе? Молот пригодится, чтобы ломать вещи и даже некоторые стены. Так, стоп, там... Кстати, про здоровье. Используйте еду, чтобы восстановить здоровье. Хрум. Хрум. И что? А еще раз? Нет? Только пять здесь может быть? Грибы. Монета. Ну что, пустая бутылка. Может пригодиться для хранения чернил. Прикольно. Так, хорошо. Что у нас здесь? Алхимический ингредиент. Взять все. Ух. Что пишет? Компонент зеленая соль. Алхимический ингредиент. При контакте с кожей вызывает зуд и воспаление. Я так и знал. Трогать только перчатками. Полка. Горевшие бумаги. Здесь все? Блин, это столько страданий из-за кусочка какой-то соли. Ну ладно. Вот такой еще пиксель-хантинг, да? Или как это называется? Вроде больше ничего не прощупывается. Кнопки я не вижу, чтобы показать там. А, стоп. Вот. Есть кнопка. Подождите. Не-не-не. Сейчас. Ладно. Разберемся потом. Я чувствую, надо выходить отсюда. Больше ничего нет. Ну я так и сказал. Да. Я так и сказал. Так, здесь. Это я читал. Это моя камера. Я туда не хочу. Выход из блока. А что за лестница? О, ключ. Крематория. Отличное место. Да. Дверь. Верст... Ой, верстак. Перед вами затертый старый рабочий стол. Если понадобится, здесь можно будет забрать какой-нибудь инструмент. Да я понял. Да. Хорошо. То есть пока не понадобится. Сосуд с пеплом. Пепел. Пепел. А зачем мне пепел? Чей-то? И где он? Чуть я не вижу ничего. Ладно. Бочка. Арматура. Засохшие растения. Это все надо, да. Наверное. Упавший ключ. Еще раз. Может, его можно чем-то достать? Ну, тут как-то так нельзя применить, да, вроде бы. Ничего. Отмычка, молот, тряпка. Может, тряпкой можно? Нет, применить ее нельзя никак, да? Видимо, она подсказывает сама. Ладно. Упавший ключ. Ну-ка, давай. А, вот и ключ снова лежит на решетке. Взять его будет проще простого. А мне вообще нужен этот ключ? Он отпирает главную дверь. Это единственный путь наверх. То есть? Нужен. Чую тут какой-то подвох. Что-то я не уверен. Вы поглаживаете обожженные пальцы через перчатку. Он уже тоже чувствует здесь какой-то подвох. Не только я. Я могу проверить в тексте, если хотите. Он точно уже остыл. Сколько ему будет горячим? Схватить ключ. Вы хватаете ключ и сжимаете его в руке со всей силой. Ключ оказывается прохладным, хотя немного мокрым от пара. А? Я был прав. Поздравляю. Из глубины тюрьмы доносится дикий вопль. Ну, да. Ваш... Я... Нет, я так не играю. Так не честно. Должен же быть какой-то... Какие-то границы должны быть бестолковости. Ваша рука дрожит, и ключ, будто ожидавший этого, тут же выпадает. И проваливается вниз через решетку. Кто там еще орет? Лучше не знать. Понятно. То есть ключ от той двери, которая войдет... Я понял, да. Я пойду посмотрю сюда. Может, мне тюрьмы сожрет уже. Ой, я сначала забыл прочитать табличку. Бойлерная. Люк. Бочка. Ну, тут все тоже самое. Бочонок. Ржавые трубы. Трубы ведут вниз в котельную. О, тут что-то можно передвинуть куда-то. Арматура. Арматура. Привет, вертопрах. Привет. Ладно, люк. Этот люк вниз в котельную. Там мы уже поняли, что так идти в котельную. Есть чем его подеть? Может, лом... Где я тебе лом возьму? Подцепить отмычку и открыть лом. Да я и голыми руками справлюсь. Нет, голыми руками мы уже пробовали. Подожди. Где эти лом? Лом на дороге не валяется. В прошлой комнате был удобный стол для работы. Можно на нем смотреть что-то похожее на лом. Попробую. О, ну вот уже дельный совет, по крайней мере. О, кстати, у меня там же там эти ракеты валяются. В каком-то невероятном количестве. Чего ж я их не запускаю-то? Сейчас. И тут какая-то гадость еще. Вот так и вот так. Ну? Давай что-то смастерим. Так. Затертый стол. Понятно. Нам нужен лом, правильно? На этом столе будет удобно его смастерить. Сейчас он опять покалечится. Сто процентов. Собрать что-нибудь. Ага. Ого. Да. Лом равно инструменты плюс арматура. Отмычка. Кусачки можно сделать. Подерег чернил можно сделать. Ну, я бы не сказал, что это прям... Какая-то... Можно что-то расщепить. Расщепить. Ноль. Ноль. А че ноль? А-а-а! Ой. Я что-то расщепил. Ну, ладно. Будем надеяться, что это... Надо было сделать. Пудерег чернил. Но мне там... Мне нужны инструменты. Вот. М-да. А-а-а! Хоть записку прочту. Грэг. Похоже, алхимик ускорился с своим зельем. Трупы валятся один за другим. Останься сегодня ночную смену. Он обещал двойной гонорар. Нет. Там получилась какая-то... Вот это вот... Капельки какие-то. Я не знаю, что это такое. Так и не понял. Да еще из них можно сделать чернила. Это я понял. Вот тут дверь я еще сюда не ходил. О, она открыта. Нижний холл. Здесь цифра 2. Бочка. Как обычно. Ржавая клетка. О, хлебушек. Ну а что, забавная игра. Вроде бы. Пока. Только я понимаю, что здесь... Никакого... Никакого выбора нам не предоставят. Ну ничего, лишь бы сюжет был интересным. Да и переводить ничего не надо, да? Осторожно. Так начинается. М? Вы не слышите? Нет, я не слышу. Ты о чем? Ах ты, зараза. О, да. Понятно. Какие-то пошаговые бои. Так, ну-ка, ну-ка. Разрез. 2-3 урона. 15 чернил. Вытягивает 30 чернил. Оглушает всех врагов. 1 урона всем. 30 чернил. А кто его знает? Я вообще пошаговые игры не играю. Ну, не важно, я думаю. Все равно я сейчас умру. Используйте выбранный навык на враге. Разрез. Чпок. Вы можете видеть следующий... А, ну я у него полжизни от... Блин. Попала. Ай! Вы можете использовать лечебные предметы один раз за ход. Да ладно. А я еще раз могу его? Еще раз. Все. Неплохо вы его. Спасибо. Все, в порядке вы испугались? Конечно, я испугался, а как же. Я же говорю, я не играю в пошаговые игры. Нет, что ты. Пытается оказаться невозмутимым. Я таких пауков же столько навидался. Угу. Только я не очень понял, что гигантский паук делает в этой книге. В тексте его нет. Это пожиратель чернил. Они существуют вне сюжета. Чем старее книга, тем больше вероятность на них наткнуться. А почему они выглядят как пауки? Ведьменно, чтобы меня напугать. Хе-хе-хе-хе-хе. Вообще они могут выглядеть как угодно. Даже как люди? Вы снова вздрагиваете. На этот раз еще сильнее. То есть людей он боится еще больше, чем пауков. Ну, в принципе, это... Логично. Давай не будем об этом. Надеюсь, в этой книге их больше нет. Горстка пепла. Куча шлемов. Шлемы заключенных. Сколько же людей здесь побывало. Ай-яй-яй. Здесь тремный блок. А-а-а. А-а-а. Вот он. Подожди. Да, я же по лестнице поднялся наверх. Правильно. Все. А это что? Центральный вход. Это главный выход. Вот это мне ключ нужен, да? Попробовать отмычку. Вот я ее поломаю просто. Подожди. Мне сказали, что... Ключ. Бумаги. Оцаревшие листы с неразборчивыми записями. Сгоревшие бумаги. Я бы яблочко, кстати, говоря бы съел. Да, вот. Тут непонятно. Куски стали в умелых руках могут обрести полезную форму. Дверь в камеру. Бумаги. Бумаги. Центральный вход. Все, что ли? Это я отсюда пришел. Что у нас тут? Опа. Зона испытаний. А назад можно выйти? Открытый чемодан. Открытый чемодан. Спасибо за арену. Что за... Что за... Я не говорил про главный твист этой книги? Нет. Он не говорил. Погоди. А где алхимик-то? Это он на стуле? Нет. Пока вы копались, алхимик уже поднялся на верхний этаж. Отлично. Пленник. Чемодан. Бумаги. Что? Облупленная стена. Рабочий стол опять. Рабочий стол. Ну ладно. Сейчас. Сейчас. Привет, Саня. Ладно, что у нас тут? Оружейный кейс, пистолета не хватает. Бумаги. Список подопытных результатов испытаний. Номер 26. Подопытных 124 мертв. Подопытных 125 мертв. 126 мертв. 127 мертв. Ну. Репрезентативные результаты. Пленник. Я слышу твои шаги. Это опять ты, ублюдок. Да, да. Ну или театральная декорация, да, или съемочный павильон. Это опять ты, ублюдок. Я больше не стану пить твою дрянь. Отпусти меня. Приветик. Приветик. Ты еще кто? Ты не алхимик. Его помощник я и тебя уделаю. Только руки мне развяжи. Сейчас вы тут все отгребете. Пленник пытается вырваться из пуд. Или скорее делает вид, что пытается. Кажется, он все-таки больше напуган. Алхимика тут нет. Я здесь по своим делам. По каким еще делам? Может развяжешься лучше? Почему у тебя футболка вся в дырках? Так. Давай-ка мы тебя сначала допросим. Как ты тут оказался? А ты как думаешь? Меня похитили? Что последнее ты помнишь? Я сидел в баре. Собор знаешь? Нет. Владельцы отвалили кучу бавла парням из реверси за восстановление какого-то старинного собора. Сейчас, блин, все, у кого деньги есть, восстанавливают себе что-нибудь. Стоит уйму денег. Но когда ты еще пивка попьешь в соборе, которого же тысяча лет, как нет. Так, ближе к делу давай. Действительно. Ты один был? Сначала, да. Потом, помню, подсел ко мне какой-то тип. Охимик. Не-е-е. Наверное, его подельник. Говорил, что ученый из института, что ли? Это все, что я помню. Ищусь уже тут. Почему у тебя вся футболка в дырках? Этот придурок стрелял в меня. Алхимик? Да, алхимик этот. Постоянно нес какую-то чушь. Еще словечки у него проскакивали, будто он из средневековья явился. Я половину слов и разобрать не смог. Так что он с тобой сделал? Напоил какую-то дрянью. На вкус как... Пробовал когда-нибудь... Оранж бул... Булл. Нет, я не пробовал. Вот очень похоже. Понятно. Это же товарный знак был. Они рекламу в этой книге купили, что ли? Не отвлекайтесь. Напоил, короче, меня своим зелем и давай стрелять. Я такой боли никогда не чувствовал. Будто мне все тело... Он стрелял в тебя патронами 47-го калибра. Но ты жив. Хм. Как-то я не подумал об этом. Ну и мне когда видать было. Осмотреть пленника. Футболка с логотипой группы Division. Вся в дырках от пуль. Угу. О чем это нам говорит? Никогда не слышал об этой группе. Да не группа. Футболка в дырках. На нем проявляли эриксир бессмертия? Наконец-то. Отпусти меня наконец, эй. Снять мешок злого пленника или молча уйти. Подожди. Посиди пока. Ммм. Куда ты не бросай меня? Ты пока посиди. Я потом вернусь. Алхимический ингредиент. Вот. У меня второй какой-то. Голубая сера. Сера пахнет адом. И готов его продемонстрировать, если окажется рядом с огнем. Рабочий стол. О, у меня есть инструменты. Спокойно. Да? Что-то сюда залетело похоже на инструменты. Точно. Я теперь могу сделать лом. На верстаке. Яблочки. Колбочки. Не-не-не. Подожди. Сюда не ходи. А это же здесь что-нибудь есть? Поднятая лестница. Лестницу можно опустить только сверху. Ну да. Раз лестница поднята, это ее можно опустить сверху. Вроде все, да? Я не знаю, стоит ли его освобождать или пусть сидит. Мне он не нравится. Мне он не нравится. Если честно. Никто не скажет, да? Ладно. Ладно. Давай снимем мешок. Думаете, стоит? Почему нет? Мне кажется, ваша внешность может его напугать. Переживет. Снять мешок с головы. Вы медленно развязываете бечевку и стягиваете мешок с головы пленника. Только спокойно. О боже, что-то такое. Я предупреждал. Расслабься, такой же человек, как и ты. Ну, почти. Ты пришелец? Нет, я писатель. Не важно. Что за группа у тебя на футболке? Ну да, это очень важный вопрос. Нахер его знает? Я снял ее с какого-то типа. Молча уйти. Как ты тут оказался-то? Куда ты не бросай меня? А, то есть я по-любому развязать не могу, да? Ну и ладно. Я пойду. Пожалуй, не зайду. Так. Дверь в тюремный блок. Там была, да? Там же был... Как ее называют? Верстак. Во. Верстак. Теперь я могу сделать лом. Шпок. Вот так. Теперь я могу решетку-то поддеть. А, не решетку. Люк. Ну да. Но один хрен. Открыть ломом. Так. Поехали вниз. Ура. Очередной труп. Отлично. Кто бы мог подумать. Печь. Скелет. Куски стали. А, это и все. Печь. В печи что-то есть. Давай. Это кристалл. Хватит мне тут все спойлерить. Я сам хочу узнать. Ладно. Ваша рука явно не пролезет между прутьями решетки. Подтянуть ломом? Ну, давай попробуем. Вы шарите ломом по сторонам, а кристалл остается на месте. Проклятие не достать. Попробовать использовать чернила. Ну, давайте попробуем. Вы добавляете каплю своей крови чернил на решетку. Вы ощущаете контроль над частицей этого мира. Вы уверены, что стоит использовать чернила, когда на вас наручники? Ах ты гад. А, запястье обжигает холдом от наручников. Немного я могу потерпеть. Раздвигает решетку голыми руками. Решетка легко гнется, повинуясь вашей воле. Тут какой-то кристалл с ухмылкой поглядывает на клетку. Представляешь, Родерик? Что еще за Родерик? Тебя теперь так зовут. Мне нравится. В смысле? У меня же есть имя. Ты ведь сказал, что не помнишь его. Я такого не говорил. Так ты знаешь свое имя? В имени точно была буква Х. Хью? Не уверен. Хью мне не нравится. Теперь ты Родерик. Ой, может мне стоило оставаться с прошлым напарником. Хе-хе-хе-хе. Да, может быть. Тут еще какая-то дверь есть. Может тут что-то еще есть? Подождите. Нет, лестница. Вроде нет. О, ключ. Лежит на твердом каменном полу. На этот раз никаких решеток, через которые он мог бы упасть. Что-то тут нечисто. Да, да. Я больше никому не доверяю. Ни тебе с твоими текстами, ни чем-либо еще. Взять ключ. Я беру. Вы медленно поднимаете ключ с пола. Вы резко оборачиваетесь и осматриваете комнату. Тишина. Ключ у вас в руках, грязноватый от пепла и уже точно холодный. Ну, осторожность еще никому не вредила. Главное, что теперь можно открыть центральную дверь. И сейчас... Нет? Тогда я пойду посмотрю, что здесь еще есть. Ну, конечно. А как? Ну, да. Что за... Опять? То есть это не настоящая тюрьма? Ну, настоящая. Просто все, никаких спойлеров. Ладно. Бочки, ладно. Давай все забираем, забираем, забираем. Бочонок пусто. Записка. Грег, я видел кого-то в крематории вчера ночью. Сюда либо грабитель забрался, либо один из экспериментов алхимикой с бессмертием сработал. В любом случае, будь осторожен. Начинается. Корзина с пеплом. О, кольцо. О, похоже, кольцо не расплавилось в огне крематория. Ящики. Контейнер, заполненный пеплом. Все. Ящики. Контейнер со стрелянными гильзами. Они тут развлекаются, как могут. Все, что ли, здесь? Ну, поехали дальше. Опять твое предчувствие. Ага, впереди ждут неприятности. Если есть возможность подлечиться, я бы ей воспользовался. Понял тебя. Так, а что подлечиться? Восстанавливает... Так у меня всего пять. Наверное. Подлечиться. Ну ладно, пойдем. Что нам там уже? Опять сейчас будет какой-нибудь паук. Склад на нижнем уровне. Конверт с письмом. Старинное письмо. Указываю все драгоценности и яства со склада. Передать во владение Виктории Броминской. Дочери... Дочери... Ой, господи, что такое? Дочери Эзмунда Третьего. В срок не позднее трех дней. Мастер алхимии Александр Митийский. Чернила заполнить? Нет, он подлечиться говорил. Вот же здоровье. Но там больше пяти не поднимается вроде бы. Так, во-первых, я хотел еще посмотреть на кольцо. Действительно. Забытый символ клятвы или статуса. Сундук. Ой. Один урона, два-три урона. Один урона всем. Давай всем. Во. Тридцать чернил. Мне бы чернил, наверное, не переделил бы. О, мах. Ау. Так, давай, наверное, тебя, да? Опа. Ау. Я же могу подлечиться, да? А, ну это да, ход я пропускаю, да? Но этого я убью. Ну так, наверное. Пац! Этот труп, этот обезвижен. А теперь я могу этого грохнуть, правильно? Если у меня нет чернил. А, у меня чернил нет. А так мне и не надо. Все. Ура, я победил. Горстка пепла. О, пять монет. Думашки. Сундук. Ваше внимание привлекает резной сундук, стоящий посреди деревянных коробок. Вы дергайте крышку, но не можете ее поднять. Похоже, закрыто. Блин, крышка. Использовать отмычку, ладно, ломаем сразу. Замок оказывается легче, чем мы могли подумать. Открывается практически сразу. Инструменты, драгоценности, пустая бутылка. Берем. Что еще тут есть? Ящики какие-то. В ящиках пусто. Все давно растащили. Но как же это пусто? Это не пусто. А, это из горстки пепла выпало, я понял. Они из ящиков. Все здесь? Ну да, он не пройдет, конечно. Упавшая стремянка. Я думаю, это лезвец достанет до верхнего этажа. О! Зачем мне это? Она только непонятна. Это типа шоткат, что ли? Или как? Ну да. Наверное. Так, а чего я тогда... А чего я там делал вообще? А, я ключ взял. Да, ключ от тюрьмы. А ключ от тюрьмы... Где был главный вход? Здесь или там? Где был? Фу, я же заблудился. Все как обычно. Во! Достать найденный ключ. Ключ идеально подходит к замку. Так. Начнется здесь. О, тюремный склад. Склад это звучит хорошо. Бочки. Надпись на бочке. Провианты и ингредиенты для лаборатории Александра Метийского. Внутри пусто. Ну да. Дверь к выходу. Дверь. Давай там, где дверь. Дверь, начало. А где лестница-то, которая вот там... Вела туда? Склянки, колбы, порошки. О, опять. Вот эта лестница. Да-да-да. Вот эта лестница. Ну и где опять алхимик? Видите ту дыру в стене? Он уже выбрался из тюрьмы, пока вы их ключом развлекались. Сейчас он уже на 84-й странице. Козел. Думаю, стоит поспешить, если хотите, чтобы зелье досталось вам. Он его выпить собрался? Вы просили, без спойлеров. А, ну да. А, ну да. А, ну да. Гора алхимических ингредиентов. Алхимический котел. Рядом валяются всевозможные сосуды и книги. Судя по запаху, последний раз тут готовили какую-то крайне едкую кислоту. Ты ежи делал? Ты уже не только с русалками развлекаешься, уже есть с ежами? Что ты сделал с ежами? Ты чего? Кошмар какой. Я не хочу знать. Приготовим что-нибудь. Прочесть книгу с алхимическими рецептами и уйти. А у меня есть книга. Руководство приготовлению кислоты. Разъедающая кислота. Зеленая соль плюс синяя соль плюс красный свинец. Очередность неизвестна. Заметки о соли. Никогда не начинай с соли, никогда не заканчивай с соли. О, начинаются. Ой, молодец. Соль должна быть... Если три ингредиента, то вторая, правильно? Заметки о серии. Свинец не клади перед серой. Ладно. Так. Хотя здесь ничего не написано. Понятно. Пробуй приготовить кислоту. У вас есть все компоненты. Дело за малым. Так. Зеленая соль, синяя сера, красный свинец. Соль должна быть вторая. Правильно ведь? Раз не начинаем и не заканчиваем. Свинец не клади перед серой. Значит, сначала сера. Потом соль. Теперь свинец. Кислота готова. Ну, это было... Да, неплохо сработано. Но это было несложно. Спасибо, конечно. Да, вот такой котел с этой самой кислотой. Верстак. А что я могу сделать на верстаке? Лом. Отмычка. О, я могу кусачки сделать. Правда, я не понимаю, зачем это надо. Но... Да, надо, наверное. Я сделаю кусачки. Расщепляем вот эту хрень. И делаем пузырек чернил. И еще один. Все, я управился. Я все потратил. А это что за стол? О, ноутбук. Нормально. Вроде средневековая дюрьма. Действительно. Тут тебе ноутбук и осветительные приборы. Я пойду посмотрю. На столе светится заляпанный пятнами ноутбук. Вы знаете, как этим пользоваться? Встречал такие в паре книг. Ничего сложного. Рассмотреть рабочий стол. На рабочем столе старинный портрет какой-то женщины. Снизу подпись. Виктория Броминская, дочь Эзмунда III. Бременский музей, 1201 год. У него только браузер установлен. Ничего больше. Кто? Что? Неважно. Открыть браузер. Открыты всего две вкладки. Первая вкладка. Информация о захоронениях Бремена IX-XII века. Он что, оживить хочет какую-то барочню, что ли? Из средних веков. Он искал древнее захоронение. Точнее, одно. Могилу Виктории Броминской. Должно быть, она его возлюбленная. Так это он ее воскрешать побежал? Поэтому я и говорю, что лучше поспешить. Ну, или в целом я не против дать ему насладиться встречей с любимой. Начинается. А как же я? Да это нет времени. Привет, Юрик. Вторая вкладка. Переписка с начальством месяц назад. Он пытался убедить их дать ему огнестрельное оружие. Чтобы проще было проверять, сработало ли деле бессмертия. Ну, действительно. И главное, быстрее намного. Читает. Ибо худо мне было ножом душу губить. Все дело тяжкое и дело скверное. Деловой подход. Выходит, им разрешили владеть огнестрельным оружием для его опытов. Из этой лаборатории нет возможности сбежать. Думаю, поэтому начальство согласилось. Ты хотел сказать, не было. Вы смотрите на расплавленную кислотой стену. Ну. Так, история поиска. История поиска. Курсы вождения онлайн. Плюс куча названий каких-то химических веществ. Курсы вождения онлайн это хорошо. О, странник оживился, да. Про русалку пока здесь не было еще. Хотя, может и будет. Курсы вождения онлайн. Ну да, последние тысячи лет химия не стояла на месте. Ну все. Так, лужа кислоты. Кто-то расплавил стену едкой кислотой. Она растеклась по полу. Тут точно не пройти. А зачем мне кислота тогда? А зачем я делал кислоту? Уничтожить любую преграду. У меня есть кусачки. У меня есть отмычка. А где-то я лом просрал. Э. Или типа я его... Использовал и все. А, нет, есть молот, есть лом. Все на месте. Тут стрелочки. Спокойно. Ничего никто не просрал. Лестницу надо опустить, да? Наверное. Закреплена металлической балкой. И что? А, ух ты. Прикольно. Кровать. Кровать аккуратно заправлена. Похоже, на ней никогда не спали. То есть он кровать в своей жизни никогда не заправлял, видимо, да? Раз заправлена, значит на ней не спали. А там под кроватью что? Ничего, да? Здесь ничего. Ничего. Тут ничего. Верстак. Ну, тут я уже все вроде посмотрел. Пошли назад. А, ну, можно вниз слезть тут, например. Для разнообразия. Это все сидит. Сидит, сидит. Бумаги. А, ну да, это... Это мы читали. Ну что? Ну вот, дверь к выходу. Так, очередной труп, только теперь нужно что-то без головы совсем. Бочка. Старый клеп куски стали. Бочка. Бочки пахнут. Бочки пахнут дубом и вином. Заложенный проход. Вы чувствуете ветер, проникающий сквозь щели между кирпичами? Пнуть стены ногой. Похоже, кто-то замуровал вход в лабораторию. Извне. Пробей стену молотом. Вы поднимаете молот и сразу маху бьете им по кладке. Бабах. Хорошо. А что с трупом? Человеческий скелет без головы. Ну и что? Бывает. Не. Не, он ничего. Просто без головы и без головы. Хорошо. Мы проходим сюда. Берем камеру. Записка. Старая записка. Александр Метийский, королевский алхимик, совершил дерзкое преступление. Мерзавец приготовил королю зелье, обещав тому вечную жизнь. Но оно оказалось ядом. Приказываю отсечь алхимику голову, а его дьявольского логова замуровать. Советник ныне покойного короля Эзмунда Третьего. Эээ. Стоп. А мы кормочник алхимика ищем. Так это что алхимик что ли? Нет. Это не он. Обвалившаяся лестница. Проход завалила. Или это другой алхимик? Дверь в камеру. Все камеры открыты. Тут правда ничего и нет. Зона сборки. Записка. Записка от руки. И на все деньги, что поступит от заказчиков, езжай в Розентаун. Розентаун и закупит ковров роскошных. Да отправь их в Виктории, как и в прошлый раз. Вон, что можно подвинуть. Что у нас тут? Инструменты. Я беру. Так, все что ли? Здесь все. Материалы какие-то. О, опять. Ого. Ничего себе. Э, подождите. Я так не... Я же забыл полечиться. Нифига себе. Ну, чернил мне пока, как бы, наверное, и не надо, да? Ого. Вот это и мне... Зачем это мне вот эти вот пошаговые бои? Я вообще не знаю, даже с чего начинать. Так, это вытягивает из-за чернила. Это всех оглушает. Один урон. И куча чернила. Два-три урона, пятнадцать чернил. Ну, я не знаю. Даже так он... А, вот эти наносят больше урона, наверное, мне, да? Ой, у меня же там здоровья нет, ни хрена. Не-не-не, подождите. Дальше. Третье. Субтитры сделал DimaTorzok 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 и хотелось вроде ничего больше нет хорошо и дверь наружу тут даже замкание что его вскрыть дверь открывается только с той стороны они не планировали выпускать алхимика отсюда додо пик а это какая-то бесплатная игра которую там раздавали да что будем делать использовать кислоту наверное будем зачем нам кислота нужна была вы откупориваете бутылочку с кислотой воздух наполняет едкий запах листы на вашей голове начинают меренно сворачиваться и высыхать ну сработало для алхимика сработает и для нас понюхать бутылку не надо ничего нюхать тебя мало колено и обожженных рук вылезли на дверь вы выплескиваете содержимое флакона на дверь металл слой за слоем начинает облизать и стекать на пол неплохо пойдемте быстрее пока эту цель уже не образовалась хорошо только так бам-бам-бам выстрелы это где-то рядом быстрее что быстрее так я пошел короче научный институт коридор вот тебе средневековье да только здесь ничего не ай опять стреляют подождите дверь здесь дверь там дверь выходу дверь сюда нет выбору наверно потом надо пойдем сюда офис директора а вот и директор застреленный человек гильзы три стрелянные гильзы да да конечно папка с бумагами куча отчетов ничего себе его ранение в голову монитор монитор компьютера покрыт брызгами крови но под ними можно разглядеть открытый документ хочу посмотреть что тут советую поспешить эту алхимику идет подождет алхимик твой сидит тихо в коробочке кто бы ты не был как я на его опозвал радарик прочесть недописанный документ отчет дата 29 но 4 45 прогресс по зелью а 1 зелье вечной жизни ему не помогло похоже привет карл привет здрасте всем читает вчерашняя 344 попытка проведенной алхимиком была неудачной тело подопытного уничтожено в утилизаторе у нас осталось только четверо подопытных скоро придется приостановить исследование на несколько месяцев а чё новых нельзя где-нибудь натырить алхимик перестал препятствовать процессу предполагаю что он уже близок к текст обрывается видимо они рассчитывали что он по доброй воле отдаст им зелье советую поспешить а то алхимик уйдет иди в жопу подожди я еще почитаю три свежих письма остальное спам счет итоговый счет за работу проведенный в период с января 2042 по август 2045 года смежно атомное восстановление окружения для проекта тюрьма общей площадью 327 квадратных метров 14 миллионов долларов второе смежно атомное восстановление человека образец череп отделенное тело 1403 год 47 попыток возвышать воскрешение 18 миллионов 300 тысяч долларов они пытались воскресить алхимика 47 раз боже дорого нам обошелся письмо инвесторам уверяю вас все идет по плану та услуги реверси обослечь дороже чем мы планировали из-за дополнительных попыток возродить алхимика но эти затраты спасибо за эликсир всем спасибо но эти затраты полностью себя окупят мы уже реконструировали тюрьму теперь дело за малым дождаться пока алхимик восстановит рецепт эликсира бессмертия сейчас мы работаем над ускорением доступа к подопытным спасибо но это вполне ожидаемо злодеи богачи хотели хотят жить вечно избитая тема даже для такой старенькой книги соглашусь письмо от начальника охраны я понимаю насколько важна лаборатория могу вас заверить я полностью ручаюсь за Джона ранее он работал охранником в главном офисе Белари а до этого был моим личным телохранителем так что я буквально доверяю ему своей жизнью свою жизнь ну короче по скриптам касательно новых дверей между научным кабинетом и полигоном уверяю открыть их изнутри просто невозможно с такими замками вам и Джон не нужен ничего интересного уходим так а здесь ничего больше интересного нет точно 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 монитор гильзы это мы видели шкафчик ничего нету да ладно пойдем 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 дверь к выходу о еще один труп кто бы мог подумать оп застрелянный человек он там чуть-чуть хрипел охранник уже мертв ладно я пойду бумаги книгу еще допустители заполнены аккуратным почерком все все больше ничего нет ну ну ладно идем дальше о на улицу прикольно это было ван алхимик ты уверен да быстрее за ним прыгай в такси подожди такси налоги деньги есть а у меня есть да сколько у меня а где нет подождите кто-то кто-нибудь видит деньги я же какие-то монеты собирал круг или я их на что-то посрал ммм 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 ну ладно короче говоря такси так красиво быстрее за той машиной водитель смотрит на вас в ужасе ой вам стоит явно выбрать другую внешность для общения с людьми сменить внешность за четыре этих ммм чернила да или выкинуть водителя из машины блин прям а что у меня с а я сейчас не могу открыть да а у меня сколько чернил вы тратите пару капель чернил ваше лицо медленно теряет очертание и принимает совершенно новый облик это еще что улыбается в сторону водителя здравствуйте ну рот водителя медленно открывается и оттуда выходит сдавленный вопль больше похоже на скрежет похоже ваша трансформация напугала его еще больше оооо выкинуть водителя из машины ладно на это нет времени объятый страхом водитель почти не сопротивляется вы прыгаете за руль такси и вешаете клетку с ротериком на зеркало заднего вида не быстрее гоните за алхимиком погнали 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 сейчас буду аварий ну это было не сложно догадаться учитывая то как я вожу О, так он все-таки кого-то догнал. Все-таки он кого-то догнал. Алхимик. Помедленно ползел в сторону входа на кладбище. Похоже, из-за аварии у него сломана нога. В двух местах. И рука. Еще чуть-чуть. Преградите ему дорогу, продолжите наблюдать. Продолжим наблюдать. Алхимик продолжает медленно ползти вперед. Преградите ему дорогу. Ему нужна срочная помощь, открытый перелом ноги. О, нет, на это у меня нет времени. Вы приближаетесь к алхимику и начинаете обыскивать его карманы. Но вы не можете просто оставить его в таком состоянии. Я здесь не ради него. В правом кармане пальто алхимика вы нащупываете флакон с зельем. Я здесь за этим. Рассматривает мудное зелье на свету. Ну, дело сделано. Виктория. Я? Я не Виктория, мое имя Атьен. Я иду за... Он говорит о своей возлюбленной. Я уже рядом. Упорно пытается доползти до кладбища. Его возлюбленная не моя забота. Вы же понимаете, что если заберете зелье, оно навсегда исчезнет из книги. Он столько раз застегал своей цели, оживлял свою возлюбленную с каждым из считателей. И теперь этот цикл оборвется. Этот хер буквально убивал десятки людей ради своих экспериментов. Но он все равно живой человек. Он персонаж книги. Он написан кем-то. Он не живой. Я уверен, что во флаконе хватит зелья на всех. У меня четкий заказ добыть зелья. Ни половину зелья, ни треть зелья. Но не скажешь на что оно должно быть полным. Я прав? Начинается. Я не собираюсь рисковать заказом, чтобы спасти простого персонажа. Ты понимаешь, что альтернатива тому, что я сейчас делаю, это буквально 30-летняя каторга. Не все писатели даже переживают ее, а те, кто переживают, почти никогда не возвращаются к писательству. Вот что меня ждет. И все же я настаиваю, что мы должны хотя бы... Вы убираете футляр в карман, из которого доносится лишь слабое бормотание. А его можно выкинуть, он уже не нужен вообще. Хватит болтать, я не собираюсь терять то, что у меня есть ради персонажа. Ага. Ну и что делать будем? Где там живые? Есть живые в чате? Хотя, по-моему, здесь никакого выбора нету, мне так кажется. Да, да, есть хорошо. Забрать, да? А, ну, приятного аппетита, я уже позавтракал. Забрать, оставить алхимика погибать. Он, конечно, просто персонаж, я говорю, здесь нет никакого. К тому же, который, к тому же, убил десятки других людей для того, чтобы сделать это зелье. С другой стороны, в этом нет писатель, который его таким создал, а не сам персонаж. Родрик что-то бубнит из кармана. Короче, видимо, не даст он ему, да? Тут, наверное, выбора вообще никакого нет, даже иллюзорного, как мне кажется. Уйти с полным зельем, разделить зелье. Уйти. Вы слышите, как алхимик начинает тико плакать. Затем плащ сменяется ущищённым дыханием. Дыхание вскоре стихает. О, он умер. Тело алхимика на секунду судорожно сжимается и расслабляется. О, проблема решена. В нём больше не осталось жизни. Выйти из книги. Уйти. Уйти. Ну. Так. Всё, закрываем. Закрываем. Думаю, курьер ждёт меня внизу. Ну, хорошо. Пойдём вниз. Вы достали предмет? Да. Поставьте чемодан в дверной проём. За дверь не заходить. Не очень-то и хотелось. Вот оплата. С вами свяжется. Теперь нужно поспать, я дико устал. Подожди, а тут что-то есть ещё? Может, что-то можно натырить здесь сразу? Что-то за звонки тут. За дверь не звук. Каждая квартира одна заброшена. О, а это что-то такое? Издательство морок кому? Морок. Этен Квист. Мы предоставляем возможность скупить свою вину перед обществом. По несказанной щедрости, проявленной нашим советом дикторов к нарушителям закона, у вас будет возможность получать минимальную оплату за ваш труд, если вы выберете наше издательство для отбывания срока наказания. Также, если вы проявите недвусмысленные признаки верности идеалам издательства, может быть распространено сокращение. Рассмотрено сокращение вашего срока на дни, недели, месяцы, годы. Хорошо, хорошо, я иду. Алло. Хорошая работа. Спасибо, там ещё был конверт с деньгами, мы не обсуждали. Пусть это будет приятный бонус, чтобы ты там не умер с голоду. Насколько я понимаю, писательская полиция ещё и аннулировала твои счета. И не только счета. Спасибо за деньги, мне подавали тебя как хладнокровного и чётко по делу парню, и рад, что ты именно такой. Кое-что такое. Кстати, ты не встречал в книге ничего подозрительного? Например. Говорят, нам видели Волкера, таскающего персонажа в клетке на шее. Персонажа? Не знал, что такое возможно. Мне бы такой персонаж пригодился, точно ничего подобного не видел. Хм. Не, я не видел ничего. Ну ладно. Выйду на связь, когда у меня будет новый заказ. До связи. Ну хорошо, спать так спать. Раз говорят спать, значит будем спать. Поживёшь пока тут, партнёр. С косички спасибо, что тебя не сдал. С полетон. Так, вот где он и к iPpis. Поживёшься. Поживёшь. Продолжение следует...